В Вашингтонской студии «Голоса Америки» Рафаэ Сааков и сегодня у нас в гостях Евгения Карамурза, супруга Владимира Карамурзы, осужденного накануне на 25 лет колонии строгого режима в России, а также Вадим Прохоров, адвокат Владимира Карамурзы. Евгения, Вадим, спасибо вам за то, что нашли время приехать в нашу студию. Скажите, в первую очередь, Евгения, конечно, 25 лет, вы уже сами писали, что четверть века, но это немыслимый, конечно, срок. Но вот какие сейчас уже мысли на следующий день уже после этого приговора? Здравствуйте, Рафаэль, спасибо большое за приглашение. Мысли такие же, какие были и вчера, и позавчера, и откровенно говоря, когда прокурор Локтионов запросил такой срок, уже возникла мысль, что, скорее всего, именно столько Володе и дадут. Потому что запрашивая эти 25 лет, прокурор Локтионов сказал перед нами враг, наш враг, который должен быть наказан. Вот таким образом нынешний российский режим видит таких людей, как Володя, который борется за соблюдение прав человека в России, которые выступают в поддержку политзаключенных в Российской Федерации, число которых растет не по дням и по часам. Так нынешние власти относятся к людям, которые требуют ответственности за преступления, совершаемые этим режимом. Поэтому 25 лет не явились каким-то сюрпризом, иллюзий не было. Но при этом не слишком ли большой ценой, вот вы написали, что это оценка заслуг Владимира, но при этом не слишком ли большой ценой эта оценка дается? Ну а какая цена достаточная? А 15 лет за плакат «Нет войне» — это не слишком ли большая цена? А быть лишенным родительских прав за то, что, по мнению российских властей, ты воспитываешь недостаточно крепкого русского патриота — это не слишком высокая цена? Люди платят очень высокую цену сейчас за немолчание. И Володя среди этих людей, он не молчал очень много лет, собственно. Он находится в оппозиции к Владимиру Путину с того момента, как Владимир Путин пришел к власти. Поэтому, да, цена огромная, но она соответствует природе этого режима. Странно было бы ожидать от них какой-то другой реакции. Владимир возвращался в Россию после каждого из двух отравлений. И сейчас, когда уже шла война, тоже вернулся. Вот сейчас, если отмотать назад, вы бы сделали все, что могли, чтобы отговорить его или нет? Володя всегда был и остается верен своим принципам и своим убеждениям. Если бы я пыталась его отговорить, это значило бы, что меня почему-то вдруг перестал устраивать мой муж таким, какой он есть. Что меня вдруг перестали устраивать его убеждения. Это неправда. Я ценю и уважаю, восхищаюсь Володей именно за ту позицию, которую он имеет. И которую он последовательно отстаивает, несмотря на все риски. И Володя не то чтобы возвращался в Россию после отравления, он оттуда просто не уезжал. Он отказывался оттуда уезжать. Потому что, начиная с 2013 года, когда он стал работать с «Открытой Россией», с Михаилом Борисовичем Ходорковским и открывал филиалы «Открытой России» по стране, вот с этого момента Володя уже проводил 50% своего времени, как минимум, в России. И он скорее отказывался уезжать после каждого нападения на него, после каждой попытки убийства. И то же самое он сделал сейчас, когда наша страна, наше государство развязало кровавую, агрессивную, геноцидальную войну против Украины, против нашего ближайшего соседа. И Володя посчитал, что как российский политик, он должен быть там, где люди сопротивляются, и он должен разделять риски этих людей. И опять же отказался уезжать. Евгения, вернусь к вам. Сейчас вопрос к Вадиму. Вадим, от вас на протяжении всего этого процесса мы, собственно, и узнавали о том, что происходит на этом кавкианском, как многие называют, процессе. И вы в том числе называли, если я не ошибаюсь так. Скажите, ну вот как человек изнутри, видевший, что это происходит, какие основные черты вы можете искать этого процесса, который шел непосредственно над Владимиром Крамузой? Да, я действительно его называл кавкианским, но скорее его называл кавкианско-сталинским. Потому что он имеет черты и того, что мы читаем у Франца Кавки в процессе, и того, что мы, собственно говоря, поколение наших предков через что прошло в 30-е годы. Этот процесс, это уголовное дело, а сначала административное дело изначально не имело ничего общего с правосудием и с законом. Я напомню, что задержан Володя был, ну вот почти ровно год назад, чуть больше 11 апреля вечером, когда в своем доме в Замоскворечье... Якобы изменил траекторию. Совершенно верно, якобы изменил траекторию движения, хотя он не успел даже выйти из машин, к нему подбежали сотрудники правоохранительных органов, арестовали. Мы некоторое время не знали, где он, определенным образом нам удалось это установить в ВВД Замоскворечье, мы туда приехали, там объявили план перехват крепости. И вот на следующий день судья Диана Мищенко приняла решение об его аресте на 15 суток административного ареста за изменение траектории движения в собственном дворе. Дальше уже 22 апреля ему было предъявлено, собственно говоря, постановление о привлечении обвиняемого по статье 207.3 Уголовного кодекса, то есть это так называемая антифейковая статья. Он был заключен под стражу, там сначала на два месяца, потом еще на два и так далее. И вот, собственно, до сих пор он находится под стражей в следственном изоляторе «Водник» на северо-западе Москвы. И дальше уголовные уже статьи 207, 284 прим, 275, наконец, государственные измены ему просто прибавлялись. Причем за что все эти уголовные статьи, о чем все эти обвинения? За его пять совершенно открытых выступлений, которые он сам же, насколько я понимаю, разместил в интернете, в своих социальных сетях, в Ютьюбе и так далее. Все эти пять открытых выступлений содержали критику путинского режима. Два из них связаны с Украиной, с преступлениями российской военщины в Украине. Это выступления в Аризоне 15 марта 2022 года и выступления в Хельсинской комиссии Конгресса США, собственно, в конце марта 2022 года. А три из них вообще, собственно говоря, не связаны с украинской войной. Они связаны с его выступлениями в центре Сахарова в Москве в поддержку политзаключенных. И трагическая ирония в том, что человек, выступая в поддержку политзаключенных в центре Сахарова в Москве, сам становится политзаключенным. То есть большего абсурда сложно придумать. Наконец, это одно его выступление в парламентской ассамблее НАТО с критикой очередных вечных уже пожизненных сроков Путина. И это выступление в Норвежском хельсинском комитете в Осло, где он говорил о политических убийствах. Действительно, наш старший товарищ и друг, и мой, кстати, тоже подзащитный, Борис Немцов, был убит буквально в двух шагах от Кремля. И сложно не считать это политическим убийством. Вот пять эпизодов, из-за которых ему предъявили обвинение. Процесс шел абсолютно при полном отсутствии какого-либо соблюдения не то же разницы сторон, но и внешних правил приличия. Начиная с того, что председательствующим был судья Сергей Потапригоров, который одним из первых из судей включен в список Магнитского. А общеизвестно, что список Магнитского принят по инициативе, в том числе и прежде всего самого Владимира Карамурзы. Сложно представить больше конфликт интересов. Тем не менее, наши отводы не были услышаны. Нам не давали представить доказательства, судья все время пытался затыкать Владимира. На каком-то этапе мы даже думали вообще отказаться от какого-либо участия в процессе. Вот я как раз хотел спросить, да, на каком этапе вы хотели отказаться? И вообще, в принципе, когда понимаешь, что исход известен, ради чего продолжать процесс? Вот именно участвовать в этом процессе? Вы знаете, этот вопрос очень хороший для адвоката, который занимается и продолжает заниматься политическими делами в Москве. Потому что вроде как, а в чем цель? Все беспросветно. Вы знаете, донести свою позицию, если это возможно, тоже является одной из целей. Как, кстати, для диссидентов советского периода, так и для сегодняшних политзаключенных в Москве. Ну, кстати, некоторые политические процессы, например, вот на тоже моем подзащитном Илье Яшином, был достаточно открытым. Мы донесли свою позицию. Он совершенно незаконно и беспредельно получил свои 8,5 лет, но, по крайней мере, она была услышана. И какие-то там доказательства хотя бы мы пытались представить, в том числе о преступлениях российских вооруженных сил в Украине. Что касается Володи Карамурзы, то я как адвокат оказался, по сути, единственным связующим звеном. Вот между, так сказать, в процессе, он был полностью закрыт, зачищен, он проходил за закрытыми дверями. И, собственно говоря, в процессе участвовали, ну, тройка судей, как и в сталинское время, та же самая тройка, включая включенного в список магнитского судеба Допригорова. Прокурор Борис Локтионов, как будто сошедший с фотографии с 30-х годов, вот как будто он вышел из соседнего зала с процессом Тухачевским. Можно посмотреть в интернете. И, собственно говоря, ваш покорный слуга, защитник Вадим Прохоров и моя коллега Мария Эйсмант. И вот через нас, через меня, они уже тоже с публикой, журналисты могли узнавать, потому что даже коридор рядом с залом суда был зачищен. Это, кстати, вызвало определенное недовольство и ярость председателя судьи и прокурора, которые, в принципе, угрожали и мне, как защитнику Владимира, возбуждением уголовного дела. Вот донести до публики, до общественности свою позицию очень важно, мне кажется, в том числе и по политическим делам сейчас в России. Вот эти угрозы относительно возбуждения уголовного дела и уже против вас тоже, они повлияли на то, что вы не присутствовали на приговоре и вы сейчас здесь? Да, за несколько дней до оглашения приговора я покинул Россию, сейчас пока нахожусь за пределами России. Ну, собственно говоря, как прокурор, так и судья в процессе по разным, кстати, основаниям заявили о том, что необходимо не только отчислить из адвокатской палаты, но и обдумать вопросы возбуждения уголовного дела. Ну, и также, в общем, я получил через одного из политиков такое предупреждение о возможном интересе со стороны одного из, ну, как минимум одного из заместителей генерального прокурора, который как раз курирует наше дело. Собственно говоря, это, в общем-то, сейчас уже пошла в России атака не только на журналистов, как раньше, на политиков, но, в принципе, на адвокатов. Некоторые мои коллеги уже находятся в заключении. Ну, вот как раз об этом хотел спросить сейчас у Евгении. Женя, вот, собственно, рушатся судьбы людей, кто-то зарешет, как кажется, кого-то выдавливают из страны. Можно ли говорить о том, что вообще, в принципе, эта битва проиграна с Путиным? Или все-таки еще есть какая-то надежда? Вы знаете, Рафаэль, Володя историк. И как историк он все эти процессы видел, изучал, знает, понимает, как они работают, понимает, как они развиваются. Я такая последовательная ученица своего мужа. Я ему очень верю в его... Это не голый оптимизм, на самом деле. Это знание фактов, это знание истории и ее развития, закономерности ее развития. Все диктатуры в мире считают себя абсолютно вечными. Все собираются... Ну, вот даже вот эти сроки, которые они сейчас раздают направо-налево, ведь они же реально думают, что через четверть века они будут здесь. А Алексею Навальному, против Алексея Навального только что начали 10-е уголовное дело, я сегодня с утра прочитал 10-е. То есть у человека там уже сколько? 35 лет, по-моему. Даже они реально считают, что они через 25, через 35 лет все еще будут здесь. Так вот это голый, ничем не прикрытый оптимизм. А Володина вера в то, что режим падет точно так же, как обрушивались все диктатуры до сих пор. А Володина вера в это строится на знании фактов и знания истории. А я своему мужу очень верю, потому что, ну, согласитесь, Володя очень убедителен. Нельзя не согласиться. Ну и, судя по всему, одна из причин как раз продолжения этой борьбы создания фонда 30 октября, которым было объявлено сегодня, соответственно, о том, что организацию возглавите вы, Евгения, и что она будет оказывать финансовую поддержку семьям российских политзаключенных. Это была инициатива непосредственно Володи. И когда она вообще родилась? Уже в заключении, уже за решеткой, время, когда он оказался в СИЗО? Или это еще до процесса? В Володе эта идея пришла, действительно, когда он был уже за решеткой, пришла в голову. В прошлом году он получил две премии. Он получил какое-то количество премий. Две из них имели материальную часть. Это была премия Вацлава Гавала за права человека и премия Акселя Шпрингера за мужество. И Володя связался со мной из СИЗО и спросил, не буду ли я против, если он пожертвует эти деньги на создание фонда в поддержку семей политзаключенных. Потому что, конечно, находясь за решеткой сам и, как бы, зная историю советских диссидентов, он понимает, что это ударяет не только по самому заключенному. Это точно так же ударяет по семьям политзаключенных, которые тоже в какой-то степени становятся заложниками этой ситуации. Я не знаю. Которые оказываются в ситуации, когда они не только теряют любимых людей, но очень часто теряют средства к существованию. И Володя хотел очень помочь каким-то образом этим людям и решил просто отдать эти премии им. И попросил меня создать эту организацию, этот фонд. Фонд был зарегистрирован как некоммерческая организация в годовщину Володиного ареста в Москве 11 апреля. А вчера, в день вынесения приговора, мы объявили о том, что фонд начинает свою работу. Конечно, в той ситуации, в которой сейчас я и все мы находимся, работа целого фонда, иногда кажется, что это просто неподъемный труд. Мы надеемся в ближайшее время запустить сайт, где будет вся информация о работе размещена. И мы будем стараться как можно быстрее запустить именно вот эту важную часть работы фонда по оказанию материальной помощи семьям политзаключенных. Будем все для этого делать. Инициатива, мне кажется, очень важной. Она продолжает традицию фонда Александра Солженицына и фонда Елены Георгиевны Бонар, которые существовали в советское время. Оба фонда занимались поддержкой семей политзаключенных. И после... Я не знаю, в какое точно время они перестали существовать, но ведь был такой период в истории современной России, когда нам казалось, что такие фонды больше не нужны, потому что политических заключенных в стране больше нет. То вот, к сожалению, этот период оказался очень коротким. И сегодня мы находимся в той ситуации, в которой по спискам мемориала в стране больше 500 политзаключенных. И эта цифра совершенно чудовищна. Конечно, всегда можно сравнивать и сказать, что в Беларуси полторы тысячи политзаключенных, а в мире их миллион. Но работа по помощи политзаключенным и их семьям никогда не должна останавливаться. И поэтому, чем больше будет таких инициатив, чем больше будет таких фондов, тем будет, возможно, легче этим людям переживать очень тяжелый период в их жизни. Продолжение следует...